Девушки отдыхают 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 Народные избранники посетили и детский сад номер 12 Учинайского сельского округа. На данный момент в дошкольном учреждении действует автономное отопление за счет угольного котла, что, по словам администрации, причиняет массу неудобств. Также ответственные лица подчеркивают проблему с задержкой установки новых газовых котлов. Депутаты городского Маслехата утверждают, что данный вопрос будет рассмотрен и решен в ближайшее время. Также необходимо отметить, что поднималась тема и готовности среднеобразовательных учреждений к сезону летних лагерей. Немаловажно, что сейчас, к концу учебного года, дети должны быть охвачены летними лагерями, летним отдыхом. Поэтому депутатами были организованы депутатские запросы. Мы сейчас получили такую информацию от управления образованием о том, что в текущем году, то есть в летний период, где-то более 28 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом. В том числе 26 тысяч детей будут отдыхать при школьных лагерях. И также около 500 детей получат направление в такие оздоровительные лагеря, как при Текеле и в других близлежащих регионах. По словам участников постоянной комиссии, работа в данном направлении будет продолжена и в будущем, чтобы минимизировать факты недобросовестного оказания услуг подрядными организациями, а также улучшить качество работы социально значимых объектов города. Карина Закриева, Абулай Кутырпай, телерадиокомпания «ЖИТУСУ». На страже закона сотрудниками прокуратуры Алакольского района на постоянной основе проводится работа по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в мае текущего года совместно с уполномоченными органами, председателем Совета матерей, представителем партии «Аманат», а также с участием СМИ проведены лекционные занятия с учащимися старших классов по вопросам «Последний звонок 2024». «Безопасность на воде», «ЕНТ», «Соблюдай ПДД», «Сохрани жизнь», «Семья без насилия», а также уроки по профилактике уголовных правонарушений. Старшеклассникам была дана подробная информация по данным вопросам, а также отмечено, что безопасность детей находится на особом контроле сотрудников надзорного органа. Завершилась встреча в формате «Вопрос-ответ», в ходе которой учащиеся получили подробное разъяснение по интересующим их вопросам. Рабы на ферме. Отныне неприкосновенность прав наемных работников крестьянских хозяйств на контроле правоохранителей региона. Такая мера направлена на укрепление их безопасности, ведь с начала года в области ЖТСУ зарегистрировано сразу несколько уголовных дел по факту гибели одного человека и нанесения тяжких телесных повреждений другим гражданам. В связи с чем руководители крестьянских хозяйств обязали предоставлять в органы полиции полную информацию о наемных работниках. Ее правдивость сотрудники правоохранительных служб проверяют во время выездных рейдов. Один из таких прошел в Сарканском и Алакольском районах. О результатах проверки узнаем из материалов нашего следующего сюжета. О том, что в некоторых крестьянских хозяйствах, в особенности на дальних отгонах, происходят различные преступления, давно ни для кого не секрет. Криминальная статистика знает немало случаев, когда наемных работников не только держали в настоящем плену, но и творили с ними страшные вещи. Доказательством тому стали кадры из видео, распространившегося в социальных сетях два года назад. Тогда 43-летний хозяин фермы, разозлившись на своего скотника, устроил настоящее преследование несчастного на своем джипе, а нагнав мужчину, сбил его автомобилем, а затем жестоко забил деревянной палкой. Этот факт имел место в Аксусском районе. На сегодняшний день сотрудниками полиции проводится профилактическая работа по недопущению подобных преступлений. Помимо прочих мероприятий, во время выездных рейдов правоохранители посещают крестьянские хозяйства, в особенности находящиеся в отдаленной местности. Вместе с сотрудниками полиции на месте проверки побывала и наша съемочная группа. Участники рейда прибыли в Желандинский сельский округ Алакольского района. На тот момент владелец фермы отсутствовал. О текущей ситуации удалось узнать у местных работников, ухаживающих за скотом. «Мы пасём скот, есть и свои животные. Заработную плату мы получаем вовремя. Наш наниматель относится к нам хорошо. Силу не применяет, не было такого. К тому же он сам оплачивает на коммунальные услуги. За свет. Нас он обеспечил и холодильником, и телевизором. Всё у нас хорошо, мы довольны». В крестьянском хозяйстве каменов с Арканского района трудится шесть работников, в их числе и Равиль Кожаубаев. Вот уже 20 лет в обязанности мужчины входит уход за крупным рогатым скотом. При этом Равиль отмечает, что в крестьянское хозяйство он пришёл работать добровольно и трудится здесь с самого основания фермы. «Я с Арканда, местный. Мы все местные. А здесь с кем работаешь? Я по скотине здесь, здесь со скотом. Утром приезжаю, вечером уезжаю. Без проблем, всё устраивает. Заплатываю каждый месяц, всё нормально, хорошо. Устраивает всё меня». Напомним, отныне с текущего года владельцы крестьянских хозяйств обязаны передавать информацию о своих работниках в территориальные отделы полиции. «По нашей личной инициативе была разработана форма меморандума и разослана в городские и районные отделы полиции. На основе этого договора участковые инспекторы полиции и владельцы ферм заключили обоюдное соглашение, в рамках которого последние должны предоставлять информацию о своих работниках. Ещё раз подчеркну, что это наша собственная инициатива. Она не противоречит закону, так как наша главная цель – это предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений». Также, по словам ответственных лиц, подобные рейдовые мероприятия станут проводиться на регулярной основе, в том числе и на дальних отгонах. При этом за представителями правоохранительных органов остаётся право явиться на ферму без предупреждения. Вот уже третий месяц рабочие товарищества «Транснефть» не могут получить свою заработную плату. По словам людей, руководитель подрядной компании находит массу отговорок и оттягивает момент расплаты по счетам. Отчаявшиеся граждане боятся, что за выполненную ими работу они могут остаться ни с чем. В проблеме попытался разобраться наш корреспондент. Группа рабочих, задействованных в строительстве 29-го жилого комплекса в 9-м микрорайоне города Талтыкурган, с марта месяца текущего года не получают заработную плату. Отчаявшиеся люди неоднократно назначали встречу своему руководителю. Однако во время диалога с ним вместо обещанных выплат следовал невнятный ответ. По словам рабочих, семьи некоторых строителей, долгое время не получающих зарплату, сейчас переживают тяжелые времена. Мы полностью выполнили свою работу. Осталось только эмульсии закатать. Но на оставшуюся сумму еще не было выписано наряда. С ноября ничего не заполнено. Мы только авансы получали по 30-50 тысяч тенге. Да и только в последний раз это было еще до наступления марта. А сейчас вовсе ничего не платят. Хотя все требуемые обязательства со своей стороны мы выполнили. Поэтому приостановили оставшиеся работы. Пусть сначала расплатятся с нами по долгам. Представьте, сколько здесь людей работает, и никто до сих пор не получил свою зарплату. Из-за этого молодые семьи даже готовы пойти на развод. Ситуация у многих очень тяжелая. Людям даже хлеб не на что купить. Я уже не говорю о покупке продуктов для детей. Лично мне компания задолжала полтора миллиона тенге, а некоторым по 3-4 миллиона должны. Здесь даже есть около 30 человек, которые не могут получить выплаты по 200-300 тысяч тенге. Если все долги суммировать, получится около 20-30 миллионов. Желая выслушать версию второй стороны, наша съемочная группа попыталась дозвониться до руководителя подрядной компании «Транснефть». Однако на другом конце провода так и не ответили. Вместе с тем выяснилось, что многие рабочие, требующие выплаты заработанных денег, всё это время трудились на птичьих правах, так как руководство подрядной компании не заключило с ними трудового соглашения. Подписать договор глава фирмы пообещал людям в ближайшее время. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в городском Акимате. Там уже знают о ней. Однако вмешиваться в спор между компанией и рабочими не могут в силу закона. Мы не имеем права вмешиваться во внутренние взаимоотношения этой фирмы, так как это гражданский спор. У нас есть контракт с этой компанией. Как заказчики мы перевели им всю сумму за услуги в прошлом году. Дальше они уже сами должны нести ответственность за выплату зарплаты рабочим и за другие обязательства. Но организация отстаёт по графику. В этом году строитель работает меньше. Мы ждём окончания срока заключённого с фирмой договора. Если работы не будут выполнены вовремя, то нам придётся разрывать контракт с компанией, подрядчиков и объявить новый тендер. На данный момент всех этих людей объединяет одно желание, чтобы рабочим как можно быстрее выплатили долги по заработной плате. Ведь практически все они из-за безденежья погрязли в долгах. В случае, если компания «Транснефт» не сдержит данного людям обещания, рабочие намерены обратиться с жалобой на руководство фирмы в компетентные органы. Накануне состоялся особенно яркий и запоминающийся день для сотрудников Талдыкурганского драматического театра имени Бикен Римовой. Здесь на торжественном мероприятии собрались творческие личности региона, чтобы отметить День деятелей культуры и искусства. Заместитель Акимобласти Марлен Кольбаев стал почётным гостем этого торжества. Он выразил слова благодарности и признания творческому коллективу театра, поздрав его с профессиональным праздником. Некоторые из участников этого вечера были особо отмечены. Так, Аману Кожабекову была вручена медаль «Ветеран труда» от Министерства культуры и информации Республики Казахстан. А Еркибулан Айдымбаев и Мейержан Нуров удостоились нагрудных знаков Международной организации «Тюрксой». После официальной части мероприятия зрители смогли насладиться великолепным концертом, который подарили известные артисты нашего края. Я очень рада получить такую награду в профессиональный праздник – День работников культуры. Долгие годы мне посчастливилось проработать директором Дворца культуры имени Ильяса Женцугурова. Затем в исполнительном комитете горисполкома трудилась заведующей отделом культуры, а позже несколько лет возглавляла наш драматический театр. Эта награда для меня – высокая оценка моего многолетнего труда в сфере культуры. Несмотря на возраст, я продолжаю трудиться на благо нашего края. Главное – трудоустройство. В последнее время высшие и средние учебные заведения поменяли свои приоритеты. Если ранее они гонялись за количеством абитуриентов и впоследствии студентов, которым стремились, конечно, дать качественные знания, то сейчас приоритет несколько сменился. Каждый выпускник прежде всего должен найти достойную работу. С этой целью проводятся различные мероприятия и существует немало государственных программ для выпускников вузов и СУЗов. С тем, чтобы обеспечить своих студентов работой в ЖТСУСКОМ госуниверситете, на систематической основе проводятся ярмарки вакансий. Сегодня состоялась очередная из них. Во время ее работы свои рабочие места предложили различные госструктуры, в числе которых прокуратура, полиция и службы ЧАЭС. Согласно статистических данных, большинство молодых людей сейчас отдают предпочтение именно государственной службе. Ведь только здесь можно проявить все свои полученные знания и подняться по карьерной лестнице. Такие ярмарки вакансий мы проводим на систематической основе два раза в год. Главная наша задача – привлечь работодателей и трудоустроить своих выпускников. Сегодня мы проводим ярмарку вакансий для выпускников 2024 года и надеемся, что количество трудоустроившихся будет не меньше, чем в прошлом году. По итогам 2023 года 89% соискателей нашли свои рабочие места именно во время таких ярмарок. Весело и с пользой. В этом году летним отдыхом в области ЖИТСУ планируется охватить около 103 тысяч школьников. Для этого будет открыто 12 оздоровительных лагерей. В настоящее время база отдыха готовится к приему обучающихся. О том, какая программа ждет девчонок и мальчишек в летнее время, узнавала наша съемочная группа. Летний оздоровительный лагерь Алтын-Чижа – одно из излюбленных мест отдыха среди школьников края ЖИТСУ. Располагается лагерь в живописной местности в городе Текили. Удивительная природа, свежий воздух, хорошее питание и ежедневная программа занятий делают досуг ребят интересным и полезным. Кроме того, здесь созданы условия и для безопасности детей. В том числе установлены камеры видеонаблюдения. Лагерь Алтын-Чижа открыт с 2011 года. В один сезон отдохнуть в нем могут 220 школьников. Всего же в этом году планируется принять 1200 детей. Мы готовы на 100%. Сейчас идут финальные работы по благоустройству. Вот убираем лишнюю траву сорняки. Для организации полноценного полезного отдыха детей будут проводиться викторины, различные конкурсы, а также однодневные туры в ущелье Чижа. Всего в области ЖТСУ с 1 по 11 класс в этом году обучались более 121 тысячи детей. 85% из них планируется охватить летним отдыхом. На эти цели из бюджета выделено около 623 миллионов тенге. Кроме этого, круглый год одаренные школьники края имеют возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в специальном этнолагере Жиланды. Проводится и другая работа. 1 июня в честь Дня защиты детей мы организуем экскурсии для ребят из социально уязвимой категории. Уже разработаны различные маршруты. 240 детей мы отправим по четырем направлениям. Школьники поедут в исторические места региона, в том числе в музей Шукана Уалиханова, мавзолей Ахансары в селе Капал, а также посетят Тамши Булак. Большое внимание во время пребывания в летних лагерях уделяется безопасности и здоровью школьников. Зарядки, полезные тренировки и пятиразовое питание – все строго по нормам и расписанию. Стоит отметить, что с началом каникул в регионе начнут действовать и пришкольные лагеря, при которых для учащихся будут организованы различные мероприятия. Надежда Белова, Ярнур Медед, Женис Абдрешев, телеканал ЖТСУ. Сгрядки на школьный стол. В Тадыкургане на территории средней школы номер 30 внедрена интересная идея. Школьное руководство решило построить собственную теплицу. Эта инициатива была запущена с целью обучения учащихся процессу выращивания овощей на практике. Ученики имеют возможность наблюдать за всеми этапами роста растений, от посева семян до сбора урожая. Такой подход не только расширяет знания школьников о растениях, но и учит основам сельского хозяйства и экологии. Рассказывает Еломан Турсенканов. На территории средней школы номер 30 появилась настоящая мини-оранжерея, где растут различные виды овощей и зелени. Семена, засеянные учениками в марте, уже радуют урожаем. Азы растениеводства, освоенные в теории, школьники успешно применили на практике. А собранные в теплице урожай используются в школьной столовой для приготовления питательных блюд. В качестве примера теплица, принадлежащая группе Бастау, обслуживается учениками начальных классов, которые заботятся о разнообразных овощах. Ежедневно они поливают и вручную пропалывают грядки от сорняков, уделяя особое внимание уходу за растениями. Мы ученики третьих-четвертых классов. Начиная с третьей-четверти учебного года, начали приходить в эту теплицу и ухаживать за растениями. Здесь мы посадили укроп, петрушку, листья салата, редис и овощную фасоль. Оказывается, это очень интересно – выращивать овощи. Мне нравится проводить время в нашей теплице. Размеры теплицы невелики. На площади в 72 квадратных метров разместились четыре небольших крытых огорода, каждый из которых закреплен за определенным классом. Например, Даниал и Ислам, являющиеся участниками группы «Ботаник», ответственные за один из участков с растущей здесь зеленью. Учащиеся седьмого класса высадили на нём четыре различных сорта томатов. Благодаря этой теплице мы можем самостоятельно отслеживать процесс созревания помидоров. Это увлекательно и интересно. Раньше мы видели только готовые помидоры, которые покупали на базаре. Теперь мы знаем, откуда и как они попадают к нам на стол. Мы разработали специальную программу под названием «Зелёная школа». Основная задача этого проекта – обучение детей основам ботаники и сельского хозяйства, а также демонстрация на практике методов ухода за растениями. Хотя наша теплица используется всего несколько месяцев, уже сейчас мы строим большие и смелые планы на будущее. Стоит отметить, что в перспективе администрация школы планирует расширить площадь теплицы для выращивания различных видов овощей. Преподаватели также утверждают, что плоды из школьной теплицы являются экологически чистыми и безопасными для здоровья, так как в данном случае и педагоги, и учащиеся строго придерживаются политики использования естественных методов выращивания и строго контролируют процесс, исключив применение химических удобрений и пестицидов. В городе Талдыкурган проходит чемпионат Азии по индор-хоккею среди мужчин, где сборная Казахстана начала свой путь с матча против команды Индонезии. В этой встрече казахстанские игроки уверенно одержали победу, заработав первые очки в турнире. Сборная Казахстана вышла на поле с боевым настроем. Сразу после свистка судьи наши соотечественники активно атаковали соперника с обеих флангов поля. В обороне они тоже проявили высокий уровень игры, демонстрируя слаженные командные действия. К концу первых десяти минут матча наша сборная вышла вперед со счетом 2-0. Оба гола были забиты капитаном команды Ерке Буланом-Дюсенбековым. Сборы прошли правотворно. Ребята готовы. Будем сражаться за то, чтобы выйти в финал. У нас, как в простонародье говорят, это группа смерти. У нас в нашей группе мы, Малайзия, Индонезия и Аман. Это очень сильные команды. Будем бороться, все силы приложим. После перерыва Аман Елюбаев продемонстрировал свое мастерство, увеличив счет до трех очков в пользу соотечественников. Чувствуя ответственность перед болельщиками, наши хоккеисты не остановились на достигнутом. Благодаря этому были забиты еще два гола в ворота Индонезии, которые также приписываются на счет Амана Елюбаева. Однако соперник, воспользовавшись ошибкой казахстанского вратаря, сумел сократить разрыв до двух голов. Тем не менее, Агам Тайдюсенгазе, преодолев оборону гостей, забил шестой гол и тем самым принес команде лидерство в матче. Игра проходила на очень высоком уровне. Было сложно, но нам удалось победить. Я считаю, это удалось сделать благодаря хорошей подготовке и грамотной тактике, которую выстроили наши тренеры. До этого турнира сборная Казахстана ранее трижды встречалась со сборной Индонезии. В двух из этих встреч победу одержали наши земляки. В одном случае была зафиксирована ничья. А в нынешнем состязании наши ребята вышли победителями в этом противостоянии. Мы знали, что нам предстоит нелёгкая игра, так как сборная Казахстана является одной из сильных команд в Азии. Стоит признать, что сегодня наш соперник был сильнее. Теперь предстоит более тщательно готовиться к следующему матчу. Итоговый счёт в этой игре 6-2 в пользу казахстанцев. Следующим соперником наших земляков будет сборная Малайзии. Турнир завершится 25 мая. Команды, занявшие первое и второе место, получат путёвку на чемпионат мира, который состоится в следующем году в Хорватии. Таким был день сегодняшний глазами моих коллег. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин